Сегодня я соберу мой первый карманный сварочный аппарат на аккумуляторах. Я заказал 40 литий-ионных аккумуляторов размером 18650. Испаял их по схеме 4 в параллель, 10 последовательно. Рекомендую использовать аккумуляторы с 10-ти кратной токоотдачей. Номинальный ток каждого такого аккумулятора составляет 28 А. Но так как при параллельном соединении ток складывается, вся сборка у меня выдаст 106 А при 36 В. Это то, что нужно для полноценного сварочного аппарата. Чтобы правильно настраивать сварочный ток, еще нам потребуется балласт, в роли которого у меня выступает провод, которым подсоединяется сварочная деталь и электрод. На проводе у меня есть несколько мест подключения, чтобы можно было менять длину и соответственно силу тока для разных сварочных швов и электродов. Ну что же, проверим его в деле. Отлично зажигается дуга. Шов ровный, ток постоянный. Поэтому варить им одно удовольствие. Провода нагреваются, но это нормально, так как они выполняют роль балласта. Вот так сматывать я не рекомендую, потому что он может расплавиться. Но я смотал, чтобы мне варить руки. Аккумуляторы не нагреваются, вообще ни грамма. Чуть-чуть еле-еле нагреваются на них вот эти паянные перемычки. Но это все нормально. Мы специально не делали корпус на наш сварочник, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что мы действительно варим от аккумуляторов. Друзья, 11.11 это самая большая распродажа года, которую проводит Алиэкспресс. Чтобы покупать максимально выгодно, рекомендую принимать участие в распродаже через Letyshops. Это выгодный кэшбэк, с помощью которого можно вернуть часть потраченных денег. Благодаря установленному расширению можно увидеть динамику цен и понять, настоящая ли скидка от продавца. А еще розыгрыш призов на 1 миллион рублей. Смартфоны, ноутбуки, беспроводные колонки, экшн-камеры, рюкзаки и многое другое. Не упусти распродажу. Такое бывает раз в году. Ток у меня получился 90 А при использовании двухметрового провода для электрода и для земли. Если требуется увеличить силу тока, я просто укорачиваю длину провода. А если уменьшить ток, то соответственно удлиняю. Преимущество этой сварки в автономности. Я не завишу от розетки и варю где хочу. Аккумуляторный сварочник на 90% безопаснее сетевых инверторов. Риск поражения током отсутствует. Вари хоть под дождем, хоть под водой. Аккумуляторов хватает на час интенсивных сварочных работ. Заряжаются они быстро от универсального блока питания. А теперь самый главный вопрос. Во сколько обойдется сборка такого чуда аккумуляторного инвертора? Обошелся он мне всего в 4000 рублей, за которые я купил аккумуляторы. Закинул в карман и варю где хочу. Искать мне розетку теперь ни к чему. Привет, Матр. Привет, Саль. Слушай, ну свиньи гурку поломали. Я знаю, бывает такое. Ты обещал свой аппарат чудо привезти. Слушай, сильно на батарейках? Ну как на батарейках? На аккумуляторах. О, меня не убьет? Да нет, тут всего 36 вольт, которые необходимы для сварки. Разреши попробовать твой чудо аппарат. Мужики, спасибо. Классный аппарат. Рад помочь. Если что, я к вам первообращаюсь. Все.